Привет, мои дорогие! С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодня мы с вами поговорим на тему продуктов, которые крайне рекомендуется исключить из своего рациона. Если у вас есть проблемы, мы сегодня все это обговорим и обсудим. И проблемы, касающиеся постоянных прыщей на лице, постоянного возникновения молочницы, то есть кандидоза именно вагинального и многих других проблем с кишечником. То есть вот наш организм с вами очень и очень уникальный. И очень сложно говорить, что вот почему, допустим, есть на лице прыщи, в чем же все-таки проблема. То есть я как раз сталкивалась с этой проблемой многократно. И для меня всегда такое возмущение, ну я вроде же все делаю. Я посещаю косметолога, у меня правильные средства для умывания, которые мне подобрали. То есть регулярно происходит уход за лицом, но тем не менее регулярно появляются какие-то неприятные прыщи. Что же с этим делать? То есть они большие, болючие, еще что-то. Сейчас, поскольку мы с вами живем в такой период пандемии, и неизвестно, сколько эта пандемия продлится, мы носим маски. И, конечно, от масок вот в этой части лица, то есть подбородок, вот эти вот места все, это, конечно, будет такой определенный дерматит, как раз связанный с ношением маски. Поэтому вот здесь вот ничего удивительного, что есть акне, высыпание и так далее. Но если мы говорим с вами вообще, в целом, да, то, конечно, продукты очень сильно влияют на нашу микрофлору. И многие мои пациентки, которые долгое время мучаются проблемами, связанные с молочницами, кандидозами, как только меняют рацион питания, меняют режим питания, действительно эти проблемы уходят. Поэтому прошу вас к этому видео отнестись так максимально внимательно, потому что, ну, конечно, многие думают, ой, это все ерунда, и, в принципе, наплевать, что тут питание, от чего оно зависит. Но, поверьте, я любитель очень тоже вкусно поесть. Сладкое, мучное иногда, да, какую-то шоколадочку, молочные продукты и так далее. Но если мы совместно попробуем провести такой эксперимент и исключить из своего рациона продукты, которые сегодня мы с вами обсудим, то действительно вы увидите эффект. Эффект, что кожа станет лучше, и вы будете лучше выглядеть и лучше себя чувствовать. Поэтому такой эксперимент мы с вами можем провести и поделиться результатами. Ну, первое, на что сразу скажу, что здесь мы говорим про то, что, скорее всего, если есть такие проблемы, есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. В любом случае эти проблемы бывают, просто мы все недостаточно обследованы. И, возможно, микрофлора утончается кишечником. И, конечно, микрофлора – это такая уникальная среда, уникальная для микроорганизмов, которые нам нужны и необходимы, которые влияют и на иммунитет, и вообще на внутренние составляющие. То есть очень-очень много факторов. Поэтому здесь мы всегда должны про это помнить. И если эта микрофлора как-то страдает, и страдает в том числе из-за неправильного питания, возможно, утончена стенка, слизистая оболочка, то мы получаем вот такие проблемы. То есть первое, как понять, что они у вас есть? Вот вы вроде бы что-то поели, и начинается вздутие, газообразование, проблемы со стулом. То есть постоянно вот эти проблемы вас беспокоят. Поэтому здесь всем максимально нужно исключить алкоголь. Любой, без разницы, мартини, текила, вино, шампанское или водка, любой алкоголь лучше всего исключить. Так как алкоголь наносит серьезный вред нашему здоровью, вызывает серьезное обезвоживание организма. Как мы уже говорили, чтобы восполнить после алкоголя 100 грамм алкоголя, надо выпить почти 3-4 литра воды. Вот поэтому посчитайте, сколько действительно, если в каких-то больших дозировках пить алкоголь. Второй продукт это сахар. Сахар, фруктоза, сахароза и так далее. То есть все виды сахара, конечно же, влияют негативно на кишечник, на микрофлору и провоцируют рост различных микроорганизмов, потому что они, как и мы, конечно же, любят сладкое. Поэтому стараются сахар исключать или, конечно, употреблять совсем в небольших количествах. Третье это промышленная выпечка. Вот для нас это считается самое такое зло, но самое вкусное зло, да? Когда мы говорим про пирожные, тортики, какие-то пирожки, печененки и так далее. Это все очень негативно сказывается на кишечной флоре, в том числе и потом в дальнейшем на гормональном фоне и на проблемах с бесплодием. У меня, кстати, есть видео про продукты, которые вредны, когда мы говорим про бесплодие. И всегда многие ученые все-таки рекомендуют отказываться от промышленной выпечки. Следующее это глютен. Глютен, который в том числе содержится в промышленной выпечке, содержится в макаронах, содержится в хлебобулочных изделиях. То есть как раз это производство ячменя, ржи, пшеницы и так далее. То есть от глютен обычно, если бы мы с вами делали тест, как организм соответственно влияет на глютен, то у многих из нас мы бы получили, что мы не можем употреблять глютен, потому что он негативно сказывается на нашем организме. Но поскольку мы такие тесты не проводили, или очень мало людей проводят эти тесты, они, конечно, дорогостоящие, но в идеале, конечно, бы лучше такие тесты проходить, чтобы понимать, что нам можно кушать с вами, а что нет. То есть получается мы вредим своему организму, а организм пытается с этим как-то вот бороться максимально. И пятый продукт это молоко. Именно мы здесь говорим про коровье молоко, и когда мы возвращаясь к тестам, у многих просто лактозная непереносимость. То есть мы не переносим практически 50-60% людей, но просто в нашей культуре заложено, что вот у нас корова, молоко и так далее. Поэтому, если вы любите молоко, старайтесь все-таки заменять коровье молоко, если вы точно знаете, что оно не подходит, или уже делали какие-либо тесты. Ну, а если не знаете и тесты не делали, тоже постарайтесь заменить либо на козье, либо на растительное молоко. Козь сейчас, слава богу, большой выбор кокосового, миндального, овсяного, то есть любой вид можно выбрать и постараться его заменить, и посмотреть, как вы себя будете чувствовать. Если у вас есть, что добавить или возразить, пожалуйста, пишите в комментариях. Я вам предлагаю провести такой эксперимент, на какое-то время отказаться от этих продуктов, и посмотреть, какой же будет у нас с вами совместный результат. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы с вами обязательно встретимся и поговорим на эту тему. До новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok